Добрый вечер! Привет, дорогой мой, привет! Как приятно вас видеть, сзади вас «Невзоровские среды» написано. Потрясающе! Да, это должно, хотя это такой кривой корявенький рир, мы тут на донаты восстанавливаем и пытаемся создавать какую-то студию. Вот видишь, уже микрофоны нормальные купили и освоили рирчик. Это все должно напомнить те еще старые довоенные «Невзоровские среды», которые так здорово рулили настроениями в России. А скажите, пожалуйста, где вы так загорели чудесно? А ты знаешь, это не загар, это обветренность. Дело в том, что доминиканцы, у которых я живу, они владеют большим количеством коз. И чтобы хоть как-то возместить ту заботу, которую они мне оказывают, я лечу коз, используя свои старые ветеринарные навыки, и меня там обветрило. Это такой загар, я бы сказал, в России это называется загар тракториста, он заканчивается вот здесь. Александр Глебович, хорошо с вами, конечно, посмеляться, пошутить, но переходим к темам, наверное, где не до шуток и не до смеха, к сожалению. Больше двух месяцев идет страшная война между Россией и Украиной. Такая активная фаза этой войны, она-то идет с 2014 года. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня видите, если взглянуть на театр военных действий? На театр военных действий я вижу то же самое, что я видел полгода тому назад. То же самое, о чем я всегда говорил. Я вижу совершенно уверенную, жесткую победу Украины. Я просто не понимаю, где эта победа остановится. И вот это меня тревожит. Я понимаю, что все эти фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы. Вероятно, тогда ситуация будет совершенно иной. Она будет гораздо сложнее для тех россиян, которые сейчас однозначно дерутся за Украину. Но я не делаю различия между информационными фронтами и фронтами военными. Потому что, как мы успели уяснить себе, эти информационные фронты порой не менее опасны. Учитывая большие запасы новичка и склонность Владимира Владимировича постоянно где-нибудь выделять газы, то это почти равноценно. И я тебе могу сказать, что без попыток оценки фронтовых событий, потому что я никогда не лез в аналитики военные, я аналитик информационных боев. Я тебе могу сказать, что происходит сейчас в Европе с информацией об украинской войне. Конечно же, Кремль, у которого одна вечная была всегда проблема. Как, блин, не лопнуть от денег? Вот ты понимаешь, да, что если есть организация, которая регулярно обирает, рэкетирует 140 миллионов человек под угрозами всего, чего только можно, организация, которая выстроила систему братков в погонах на всех уровнях, и которая эту Россию грабит, как бандиты ларек в 90-е, она, конечно, действительно от денег лопается. И вот я сейчас в Европе наблюдаю первые долларовые метели, первые долларовые вьюги, которые завеяли из России, и они, в общем, направлены туда, куда надо. Они направлены в руководство телевизионных каналов, они направлены телевизионным продюсерам. То есть Россия вот эту свою фашистскую точку зрения желает транслировать на Запад и пытается это делать. Надо сказать, что, ну, во-первых, я уже на интервью мировым телевизионным компаниям хожу как на работу. В ближайшее время будет очень большое и очень симпатичное, с моей точки зрения, потому что мне очень повезло, с интервьюером интервью на итальянском телевидении и еще несколько. Причем они меня пытают. Они говорят, а кто у вас на Украине? У вас там родственники? Вы какое имеете отношение? У вас есть какая-нибудь там украинская кровь? Я говорю, нет, у меня нет родственников на Украине, у меня нет счетов, у меня нет собственности, у меня там и друзей-то до войны не было. Но вопрос Украины, это вопрос не только Украины, это вопрос фашизма. И сейчас те немногие просвещенные и, к сожалению, честные люди России, они вместе плечом к плечу с Украиной дерутся, сражаются с фашизмом. За Россию? В том числе. Я не знаю уже за Россию или нет, я дерусь за себя, за свободу и за достоинство. Потому что, ты знаешь, когда, вот я, мы часто беседуем с Калиной, это ферма-реупольского отделения Азова, и он говорит, ну тебя-то кто втянул в это во все? Мы-то понятно, почему здесь гибнем, и почему мы в этих муках и в этом огне. Но кто тебя втянул? Я объясняю, что, к сожалению, меня втянула такая неприятная необходимость не быть дерьмом. Она сильнее меня. И будучи циником и пифигистом, конечно, мне было странно пойти на этот абсолютно разорительный, этот тяжелый, этот смертельный шаг. Но вот эта необходимость не быть дерьмом, не быть халуем, не быть обслугой фашистского режима, это очень серьезная вещь. А когда мы говорим о фашизме, мы сейчас можем говорить о нем уже абсолютно открыто и уже абсолютно доказательно. Потому что все симптомы фашизма в России, включая даже эстетический симптом, ведь фашизм очень мощная штука. Он есть в любом социуме, в любом народе. Это не свойство исключительно русских. Мы помним и итальянцев, и немцев. Мы помним все народы. И мы знаем, что одна из основных задач власти – это не допустить появление смертельных и опасных концентраций фашизма. Это и есть роль власти. Человек страшная тварь в силу эволюционных причин. И он жил в насилии, жил в крови, гное и в праве сильного на протяжении многих тысяч лет сознательной своей истории, нескольких тысяч лет сознательной истории. И почти 3 миллиона лет так называемой доисторической истории тоже он жил по праву силы и по праву животного. Он жил в совершенно фашистских условиях. Поэтому это есть везде. И мы видим, что в России этот фашизм, который абсолютно характерен для обнищавшего, для безграмотного, для одураченного, для наученного верить общества, он действительно еще и получил дополнительную возгонку. Мне интересно, кто в администрации президента, кто этот шутник, который стебелится откровенно над тем народом, который считает себя победителем в войне Второй мировой, кто научил портных шить мундиры российской армии по образцу вермахта, кто заставил всю Россию рисовать знак 133-й дивизии вермахта, эту мерзкую букву ЗЮ, кто этот любитель фашистской символики и почему он так всесилен, как всевластен. Это не Путин, потому что Путин достаточно сер и очень мало образован. И вдобавку ко всему, как бы он и не предназначен ни для какой интеллектуальной деятельности. У него немножко другие задачи. И когда мы говорим о фашизме, помимо всего прочего, мы вот сегодня получили еще один очередной симптом. Мы получили Шахназарова, который вдруг, блин, из него как из огнетушителя, по-первых, пена, почти эпилептическая, и он начал кричать, что всех, кто оскверняет букву ЗЮ, мы будем стерилизовать, отправлять в концентрационные лагеря. Но, слушайте, никто мужика ни за пенис, ни за язык в этот момент не тянул. Он добровольный. Главного государственного канала это все прорезжал, и его собеседники, официальные лица отвечали ему понимающими и радостными улыбками. Мы понимаем, что набор всех симптомов фашизма, кстати, война тоже, война с Украиной, ведь это просто Украине жутко не повезло с соседом. Если бы вы находились на три страны дальше, то, поверь мне, вы и дальше могли бы жить благополучно и в том добре, и в той попытке сделать реально абсолютно честное, абсолютно свободное, красивое общество, и вам никто бы не мешал. Ваше несчастье в том, что вы так близко. И фашизм не может без войны. Война – это агрессивная, наступательная, это одно из обязательных проявлений фашизма. Сейчас мы видим конвульсии этой войны, мы понимаем, что армия кончилась, что она еще конвульсирует, она пускает куда-то ракеты, она убивает, она пытает и насилует при возможности, но это уже все конвульсии проигравшей армии. И не случайно военные аналитики так жестко и так однозначно объясняют аналитики, серьезные западные аналитики, объясняют, что шансов у России действительно нет, а их нет. И вопрос только в том, где остановится, на чем остановится эта война. То, о чем я, как помнишь, предупреждал еще два месяца назад, когда она только началась. И сейчас вот эта вот мобилизация, которой будит Россия, она, конечно, только добавит безнадеги. Но она будет? Ты знаешь, судя по тому, что верховный главнокомандующий в Российской Федерации беспробудно глуп. Говном командующий. Да. И давно он находится в деморализованном состоянии. Это все не то, что он ожидал. Это все не так, как он бы хотел. С учетом того, что генштаб тоже перепуган и не соприкасается с реальностью, вполне возможно, что они сделают попытку мобилизации. Вполне возможно. Но ты же понимаешь, что это попытка мобилизации Украине будет действительно страшна. И для Украины может быть будет для Украины может быть губительной в том смысле, что трупная вонь усугубится и бойцы ВСУ на привалах, занеся ложку над котелком, вместо того, чтобы благополучно начать жевать и чавкать, будут болевать от нестерпимой трупной вони. Эта мобилизация принесет по самым скромным подсчетам примерно 50 тысяч новых трупов в поля Украины. Потому что если уж даже те орки относительно подготовленные, которых бросили на вас с самого начала войны, так исправно дохнут, то представь себе, что будет с алкоголизированными, расслабленными, больными, перепуганными, тупыми, нежелающими и неумеющими ничего делать на войне, не владеющими ремеслом солдата. А вы же не дадите им пару лет, чтобы они этим ремеслом овладели. Нет, они, конечно, погибли гораздо раньше. Понятно, что это люди, не предназначенные для войны. Это не просто пушечное мясо. Это какой-то скот на убой, пригодный действительно только для того, чтобы портить вам аппетит трупным запахом. Понятно, что эта мобилизация, разумеется, коснется не всех, что имеют бронь, открепление от нее, там, всякие депутаты, вероятно, часть артистов, хотя именно они должны были бы идти на передовую, и артист безруков мог бы оправдать свою фамилию, появились бы артисты безноговы, появилось бы вообще много, много смешных и, я бы сказал, знаковых персонажей, которые потом в переходах метро будут выклянчивать гривны, в переходах петербургского метро будут выклянчивать гривны у прохожих. Понимаешь, ведь тут все, к сожалению, это математика, здесь не это химия, да, я вижу все компоненты, я знаю реакцию, почему я с такой уверенностью об этом говорю, и вот те одутловатые девки в русском тик-токе, которые требуют, чтобы им дали еще больше украинской крови, они тоже могли бы отправиться на фронт, там та же самая Маша Захаров, да, с ее любовью к войне, она вполне бы могла в день удовлетворять там роту бурятов, прекрасно понимая, что вы уже вывезли всех украинок, а все равно бурятам надо, им все равно кого насиловать, им все равно что делать, поэтому вот эти вот русские патриотки, они могли бы поработать с соответствующими органами на фронте, артисты и депутаты могли бы организовать из себя выложенные буквы ЗЮ, кучи тропов, то есть, понимаешь, у нас все, вот ты смеешься, мы говорим на серьезные темы, а ты постоянно ржешь, ты меня призвал к серьезности, а вместо этого наоборот тут, понимаешь, я просто представил, как российские пропагандистки могли бы привычно поработать языком, да, да, ну, нет, ну, я не думаю, что прям языком у них достаточно мощное, скажем так, приспособление для того, чтобы утешать своих бойцов, а может быть, даже и не своих, им тоже, по-моему, совершенно все равно, давай все-таки вот, давай все-таки всерьез, да, что должен был бы сейчас по моим наблюдениям делать Запад, о чем я говорю, о чем я говорю всем телерадиокомпаниям, на радио, в газетах, телевидению, конечно, в первую очередь, помимо той военной помощи, помимо того удивительного, сказочного, невероятного единства в любви к Украине, который сейчас демонстрирует весь мир, который надолго сделает Украину, конечно, самой главной и популярной страной мира, вот помимо этого, конечно, необходимо добиваться любыми способами от глупого, трусоватого и фашистского правительства и руководства России изменения во внутренней политике, это возможно, необходимо было бы всех журналистов, которые сейчас сидят в тюрьмах, которые образуют серьезную силу, влияющую на общество, способную перевернуть сознание миллионов, необходимо было бы дать им возможность говорить. Мы знаем, что возбуждены тысячи дел, мы знаем, что сидят десятки блестящих журналистов, начиная с скоромурзы, причем их действительно просто нейтрализуют, их выводят из игры, их сажают под арест, сажают в тюрьмы, хотя это не та статья, которая требует даже домашнего ареста, это вообще не статья за так называемые фейки, за так называемую ненависть к войне. Да, на Западе мы в общем организовали хороший медийный сильный фронт, в котором и Юля Латынина, и Чичваркин, Ходорковский, Кучер, Шульман, есть... Шендерович. Шендерович, масса блестящих, вот, грубо говоря, действительно настоящие интеллектуалы, которые владеют этим оружием, оружием информационной борьбы, которые блестяще говорят, которые великолепно мыслят, но, конечно же, очень важна и судьба тех журналистов, которые находятся в России, и они тоже могли бы делать очень много, мы понимаем, что вот эти вот лидеры общественного мнения, они способны были бы мозги части россиян вернуть на место, хотя я, у меня есть подозрение, что, конечно, Россия понимает все, и что никакой России не существует. Здесь мы опять упираемся в то, что я говорил много лет назад, что нет России, есть последовательность режимов, и каждый из режимов немножко по-своему делает все, что он хочет с этим народом. Он инфицирует его фашизмом, он инфицирует его другими дегенеративными и губительными для самого народа идеями, для того, чтобы этим несчастным народом было бы легче управлять. он это и сегодня мы как бы все равно я не понимаю о каком мы говорим, либо о России, либо о режиме. Есть две точки зрения, что вот у нас есть патологический народ, который носитель неких чудовищных свойств, и эти свойства просто вскрылись в украинско-русской войне, либо это несчастный, забитый, задолбанный, лишенный право на всякое развитие, сделанный невежественным, сделанный верующим, потому что вера это самое страшное, что может быть. Я те, я говорю, тот, кто верит в вертикальный старт Равина, вертикальный взлет Равина посмертный, он поверит во все, что угодно, даже в нацистов в Украине. И вот это лишение критического мышления, лишение возможности оценивать информацию и разделять добро от зла, правду от лжи, это огромная беда русскому народу. Это, скажем так, все равно создает ту самую чашку Петри, питательную среду для фашизма, и фашизм в ней очень легко распространяется. И мы знаем, что действительно ведутся дискуссии о том, что же на самом деле, какова роль народа. И когда вскрываются очередные захоронения под Киевом, со связанными руками женщин, где мы видим лак на ногтях, где мы видим следы пыток, где криминалисты всего мира однозначно называют даты того, когда эти люди подверглись пыткам и были убиты и прикопаны. Мы понимаем, что это все преступления путинской армии и что вся их деятельность на территории Украины это череда военных преступлений. Но когда мы говорим о военных преступлениях, мы и о том, это новое свойство, это путинская армия или это черты присущие вообще, скажем так, ну, скажем так, русским солдатам. Давай вспомним, что помимо там показаний фронтовика Рабичева, который я зачитал в эфире о бесконечных изнасилованиях и зверствах, у нас есть еще одно мощное косвенное свидетельство, это я очень рекомендую, пока оно тоже не изъято, не объявлено экстремистское, есть замечательная книжка Конева, называется она герои СССР проклятые забыты. Это вот такой вот список героев Советского Союза, которые после войны были осуждены за чудовищные преступления, за педофилию, за массовые изнасилования, за массовые расстрелы. они удивлялись, они удивлялись, когда с них снимали эти звезды героев Советского Союза, что вот за это, за все нас награждали медалями во время войны, а сейчас нас почему-то лишают всех привилегий и объявляют преступников, преступниками. То есть, мы понимаем, что сам, как военный героизм, он еще очень мало что означает. и что вот этот стиль ведения войны, конечно, он всегда был присущ русской армии, возможно, он был присущ всем остальным армиям мира тоже. Но, если мы помним, в организованных, в действительно победоносных армиях, там, Римской империи, мародерство преследовалось с немыслимой жестокостью, вся когорта ставилась под децимацию. То есть, если кто-то в когорте украл, обобрал то население, которое не участвует в войне и которое должно было бы расположиться к Риму, а не озвериться в отношении Рима, вот если кого-то, кого-то застукали за мародерством, децимация всей когорты. Децимация это убийство, казнь дважды десятого. Это у них не случайно одно из богиня, ты знаешь, что в римской армии служились молебны, ну, такие, естественно, своего рода молебна, у них была богиня, богиня, но богиня дисциплина. Это одна из богинь римского пантеона. Это вот то, чего мы не видим вообще в путинской армии и то, чего там никогда не будет. Александр Глебович, вот вы сказали, что не хотели быть дерьмом. И это замечательное чувство, когда человек внутренне свободный, гордый, независимый. заходи скорее по лакеям, понимаешь, вот то, к чему я явно не способен, я очень плохой, я ужасный, я всю жизнь был продажным, я был абсолютно беспринципным, но вот когда, скажем так, на кон ставится быть лакеем или не быть, вот я пойду на все, но лакеем я не буду никогда. От всей русской прессы потребовали вы блин будете лакеем, вы будете обслуживать наш замысел, вы будете плясать под нашу дудку, под дудку тупых чиновников Минобороны, под дудку спятившего президента и под дудку тех чиновников, которые являются его органами, потому что вот смотри, мы видим эти переговоры, мы видели, вернее, эти переговоры, на которые приезжали блистательные, свободные, веселые люди с Украины, которые пытались действительно найти какие-то пути, а с другой стороны, с российской, зомби, нет, хрен с ними, были только слуги, это были слуги, которые приехали рассказать волю господина, и когда мы говорим о том, что в России нет государства, есть Путин и его слуги, нету закона, нету права, прокуратура это не прокуратура, следственный комитет не имеет никакого отношения к закону, потому что следственный комитет трусливо поджимает хвост в ответ на то, что на заседании комитета Государственной Думы призывают обезглавливать людей, в эфирах телевизионных каналов призывают отрезать головы, президент откровенно нарушает одну из важнейших ключевых статьй Уголовного кодекса подготовка агрессивной войны и ведение агрессивной войны. Ой, кстати, знаешь, сейчас появилась масса из России, кстати, не от вас, из России появилась масса совершенно обворожительных мемов, вот этих вот, которые можно, смайликов специальных, где жуткая обезьяна рассказывает про Бамбас, про Донбасс, да, а где вы были 8 лет, спрашивает обезьяна. И, кстати, вот тоже очень важное дело совершается журналистами, беглыми, иммигрантами, вот этим нашим информационным фронтом, в Европе, когда мы объясняем, слушайте, вообще говорить о Донбассе может только полный дегенерат, потому что Донбасс это целиком произведение путинской России. Путин его создал, Путин его разжег. Это подожгли Донбасс именно они. Все, кто сгорели в этом огне, сгорели, потому что Путин поджег в свое время Донбасс. И те, кто говорит о Донбассе, обязаны, вероятно, были бы говорить о тысячах тех людей, которые пытались сохранить верность своей стране, и которые были уголовниками, которые захватили Донбасс, были расстреляны, были ограблены, захоронены неизвестно где. Обращаться к козырю Донбасса это свидетельство абсолютного слабоумия. А у них других козырей уже совершенно нет. Ну, я вот хочу вас спросить про обезьян как раз. Вы заговорили о Карене Шахназарове, кинорежиссер, снявший, в общем-то, ряд неплохих фильмов, я помню, курьер его, отец его, Георгий Хасроевич Шахназаров, был помощником Горбачева, причем либеральным помощником Горбачева, сыгравшим большую роль в демократизации советского общества. Вот этот кинорежиссер стал совершенно какой-то подлой, оторванной обезьяной. И второй такой же кинорежиссер, ну, неудачник Киасаян, муж Маргариты Симоньян, снявший полтора хороших фильма. Вот эти две сволочи, у меня нет других слов для них, деятели искусства, деятели культуры, к ним можно, кстати, добавить еще одного потрясающего человека, Бортко. Вот это для меня вообще парадокс. Человек, снявший фильм «Собачье сердце» по Булгакову, прекрасный фильм, анти, вообще советчина такая, что просто, ну, загляденье, снявший очень хороший фильм «Бандитский Петербург», вот Бортко, третья обезьяна, которая просто мочит Украину, не выбирая выражений. Вот эти деятели культуры, Машков, прекрасный актер, я же ничего не говорю, Пореченков, Газманов, Бабкина, Басков, там, боже, сколько их там. Что происходит с этой российской культурой? Они в своем уме, они понимают, что они, поддерживая фашистский режим, являются сами фашистами и будут отвечать за злодеяния фашистского режима наравне с Путиным, наравне с Соловьевым и прочей гадостью. Послушай, друг мой, во-первых, ты плохо понимаешь, что такое кинорежиссер. Ты почему-то между словом кинорежиссер и словом интеллектуал-мыслитель ставишь знак равенства. Это не так. Это не так. Это чаще это, скажем так, ремесленник, который работает в определенном жанре, в определенном русле и порой, порой делает что-то способное развлечь. Мнение артистов, оно бывает важным, когда оно свободно, когда эти артисты не ходят на поводках, так, как ходят актеры в России, потому что мы знаем, что достаточно двух слов, абсолютно нейтральных, ничего не означающих, нет войне. Фигня, да, для того, чтобы тебя скинули из всех репертуаров, чтобы тебе запретили выходить на сцену, артист существовал вообще глубоко трусливо. Просто в силу того, что его профессия повторять чужие слова с выражением и быть и убедительно лгать. Это если мы вообще разоблачим профессию актера. Давай просто не будем предавать репликам актеров каких бы то ни было серьезных смыслов. Затем, ну, что касается, я плохо знаю, там, Киасаянов и Шахназаровых, я просто вообще никогда советское кино не смотрел и вырос свободным от этого. Я специально себя где-то там лет с десяти посмотрев внимательно на, по-моему, физрука в школе, на педагогов. Эти идиоты меня все время вызывали на педсовет. Ну, поскольку я был сложным очень ребенком и периодически шалил, ну, как шалил, я был нормально, благородно шалил там. Вы были шалун? Нет, ну, слушай, ну, была ситуация действительно, когда я нашел плачущего во дворе своего одноклассника, по-моему, его звали Саша Беренцо. Это была такая своеобразная школа, я там был единственным командчиком, все остальные там были сильно не командчики. И он сообщил, что вот сейчас придет его отец, которого вызвали к директору школы, и после этого, значит, бедный Саша Беренсон будет жестоко бит. Я сказал Беренсону, Беренсон, спокойно, сейчас мы сделаем так, что будет не до твоего папы, а в этот прекрасный день был сбором макулатуры. Большие знания химии позволили мне легко воспламенить макулатурную кучу, только я не ожидал, что все поднимется метров на 7 в высоту и начнут трещать окна. Но надо сказать, что действительно папу Беренсону не приняли, и маленький Беренсон остался не битым. То есть потом Беренсон же меня издал, сука, такая. Естественно, естественно. И вот когда я наблюдал рожу своих педагогов, завхозов, я понял, что я очень не хочу быть таким же, что я должен сделать все, чтобы не вырасти таким. И я посмотрел, а из чего они сделаны. Они сделаны в том числе на 90% из советского кино. И я, будучи еще ребенком, в общем, избежал влияния этого всего, но это и видно, потому что вот такая, вот вырасти такая наглая оторва, такая свободная тварь, как я, могла только, конечно, без всяких влияний. И, к счастью, в общем, я сумел себя сохранить. Мне там не верят, когда я говорю, я там не видел такого-то фильма. Мне не верят, а я действительно не видел, и мне это было, в таком момент, было совершенно неинтересно. Я понимал всю фальшь, я понимал, каких людей изготавливает этот кинематограф. И вот те, о ком ты говоришь, и те, кого ты называешь хорошими режиссерами, это те самые люди, которые пекли одного за другим вот этих вот совков. Это были люди, которые не свои чувства, не свои эмоции, не свои мысли, которые транслировали то, что разрешало идеологическое управление ЦК. Никто из них ни сами они, ни их отцы не сделали ничего для свободы человека тогда. А что касается Бортки, просто откровенный, совершенно примитивный плагиатр, потому что за, по-моему, семь лет до того, как Бортко создал восхитивший тебя фильм «Собачье сердце». Фильм «Собачье сердце» был снят итальянским знаменитым режиссером, где в главной роли был Макс фон Зюдов, если помнишь, это с таким дремучим, аристократическим, великолепным по архитектуре лицом тип, который, ну да, он сверхмировая звезда. И этот фильм в точности цвет, свет, мизансцены, реплики все перенес и сплагиатировал Бойко. Альберто то ли Латтауда, то ли Латуада. Вот сейчас прямо мы с тобой закончим. Не поленись, собачье сердца Альберто Латуада или Латтауда, не помню сейчас. И ты увидишь, что Бортко обычный плагиат, что в этом не было ни его способности, ни его возможности. Поэтому мы как бы видим, что они воспитали вот тех самых Путиных, они воспитали тех самых Кириенок. Ведь пойми, если люди набрались наглости начать войну, то у них должна была бы смелость услышать, что об этой войне думают их хотя бы соотечественники. Те соотечественники, которые признанием в интеллектуальной деятельности заслужили право быть слышенными тем народом, с которым они себя идентифицировали или не идентифицировали. Александр Глебович, но вы знаете, что меня потрясло за последнее время? Поступок Максима Галкина. Да, да. Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали из России в первые же буквально два-три дня после начала войны. Уехали в Израиль и Максим стал выступать в Инстаграме и называть войну войной и говорить о преступлениях российской армии. Конечно, очень возбудилась российская пресса официально и даже эта пучеглазая звездоразка Маргарита Симоньян на всю Россию стала его оскорблять в программе у этой жирной свиньи Соловьева. Скажите, пожалуйста, смелый человек Галкин? Галкин достойный человек. Галкин понял, что он не локей. Он не локей и он не хочет быть локеем. Я с ним говорил, он в разговоре достаточно сдержан, скрытен, чувствуется, что он переживает, скорее всего, переживает огромную боль, но благодаря каким-то своим свойствам, непонятно как, откуда у него взявшимся, потому что я всегда удивляюсь, когда вижу разум, например, у артиста или у писателя, или у кого-то еще, у них поэзии не должно было до этого быть, но я вижу разум, я вижу способность к интеллекту. Галкин мне очень понравился в разговоре, мы до этого были, как ты помнишь, ну, не то чтобы врагами, я позволял себе грязнейшим образом издеваться над их семьей, я позволял себе вот те самые невзоровские смертельные остроты, которые, на которые я был так щедр в невзоровских средах до войны, и я позвонил извиниться. А только сильный человек может так поступить. Да, и сказать, что я был неправ, я ошибался, и что он молодец. Вы знаете, я дружил с Михаилом Задорновым и с Евгением Евтушенко, я их, кстати, и познакомил, Задорнова и Евтушенко, они очень подружились после этого, и Михаил Задорнов открыл Галкина, и он мне говорил, а потом Евгений Александрович мне подтверждал, что это удивительно интеллектуальный человек, прочитавший огромное количество книг, и вот видите, Максим совершил такой поступок, потрясший меня до глубины души, но после Максима выступил еще и актер Смоленинов. Да, и блестяще выступил. Блестяще. Да, вот завершая тему про Галкина, мои извинения, он принял с огромным достоинством, не растирал меня при этом, сообщил мне, что да, ему было больно, но эта боль продолжалась полдня после очередной моей выходки в адрес его или его семьи, или его жены, и он принял их очень, я бы сказал, строго, скупо, с большим достоинством, и абсолютно понимая меня. Насколько он далеко может зайти в своей храбрости, я не знаю и не понимаю. Я ни от кого не имею права требовать того же уровня храбрости, твоей, которую я требую от себя. Мне с моим синдромом Урбаха Витте это несложно. Потом посмотришь, что это такое. Да, да. Радость маленькая, это скорее проблема. И поэтому я не знаю, станет ли он тем проклятем для Кремля, который он мог бы безусловно стать. Потому что мы знаем, что в Торопях было организовано при администрации президента целое управление по работе со знаменитостями. Вот так? Да. Они сейчас панически боятся, что все имеющие вес в России популярные, известные, знаменитые лидеры мнений начнут, вот, начнется, грубо говоря, из них. Они тоже, они тоже решат, что они немножко галкин. Да? Мы-то, мы-то наемники и, к сожалению, не наемники информационного фронта, участники этой войны, мы-то обязаны были это делать. И мы обязаны были быть дерзкими и честными. Увы, пришла эта проклятая минута, когда пришлось быть честным. А они-то этого не обязаны делать. И это управление в АПшке, оно располагает какими-то, блин, совершенно вот улетными средствами, немыслимыми, то, о чем мы с тобой говорили вначале, о том, что Кремль постоянно лопается от денег, несмотря на все санкции и на все проблемы, которые созданы для кошельков Кремля в лице. То есть, они просто артистов пытаются купить, чтобы те не выступали против войны? Нет, они успешно покупают очень многих и очень многие уже куплены, но в отношении таких знаменитостей, таких лидеров, как тот же самый Галкин, это сложно, потому что Галкин не бедный человек. И возникает огромная проблема невозможности подкупить, невозможности запугать. И я подозреваю, что мы получим еще несколько сюрпризов на этой неделе, не забывая, не забывая, что война идет, не будем лишать солдат Украины главной роли во всей этой исторической драме, потому что им принадлежит решающее слово, и они его говорят, они действительно теснят путинские войска, они действительно уже определили вектор войны, они все более и более уверенно и дерзко действуют, в том числе, как я понимаю, и на территории России, они сумели организовать партизанское движение на оккупированных областях, вот я совсем недавно в программе Наповал рассказывал о роковой тушенке в Кременецком или Кременцком районе Луганской области, но банка с тушенкой, она, естественно, тушенка имеет свойство от неправильного хранения раздуваться и портиться, а при попытке открыть банку тушенки, по-моему, банку тушенки, по-моему, взрывается, целиком весь райотдел полиция вместе со стенами и вместе со всеми, кто в этом райотделе находился, 40 человек, которые решили влиться в русский мир и в Луган-Дон, одновременно, судя по всему, тушенку пытались открыть и в администрации в русский мир. Да, в администрации и, по-моему, в Горсовете. Везде взорвались банки тушенки. И все, понимаешь ли, фарш единственное, вот там долго-долго-долго летала над Кременской столицей чья-то нога. Потом ее удалось выловить и представить к Луганской государственной награде. А души и не летали, потому что душ у них не было. Ну, насчет душ это не ко мне и не со мной. Ты понимаешь, да? Но я к тому, что вот это вот движение возмездия, партизанское движение, которое началось в оккупированных областях, оно тоже, разумеется, оно тоже, разумеется, будет иметь огромное значение. А в России, в России, наблюдая за этим, должны были бы встать, по идее, мозги на место. Потому что, смотри, ну вот есть чиновник, вот есть чиновники, их огромное количество. Есть списки, которые составила команда Навального, списки разжигателей и одобрительной войны. Есть несколько прекраснейших каналов в Телеграме, где все разжигатели войны указаны с фотками, с цитатами. То есть, понятно, что эти люди на всю свою оставшуюся жизнь заклеймлены, а я знаю навальненцев, они умеют в свои списки делать международной нормой, когда практически все, кто там указан, будут лишены какого бы то ни было творческого, административного, финансового, просто переместительного будущего. Понимаешь, да? И они добьются того, чтобы это происходило. Меня удивляет дикая тупость российских чиновников сегодня. Ведь любой из них, если они так любят папочки с гербами, если они так любят, чтобы у них, чтобы за ними бегало бы с диктофоном секретарша, если они любят всю эту так атрибутику власти, если они так хотят быть чиновниками, почему они такие тупые? Они что, не понимают, что через 3-4 месяца они навсегда уйдут под люстрацию без права занимать даже место директора Пышечной. Для них все навсегда будет кончено. А сейчас тот чиновник, который осмелился бы поднять голову и сказать нет мерзкой ЗИУ, нет войны, нет фашистским ублюдкам, этот чиновник после войны становится, скажем так, звездой, становится воплощением и совести, и власти. Вот для тех чиновников, которые сегодня осмелились бы поднять голову, они сидели бы под плинтусами, для них было бы будущее, а для всей этой шоблы, которая сегодня делает вид, что управляет Россией, для них будущего никакого нет. А в дворники их не возьмут, потому что таджики им будут бить морду. Фашоблу, фашоблу. У всех украинцев сегодня один главный вопрос, который они задают друг другу. Они с ним просыпаются и они с ним засыпают. Вопрос простой. «Когда сдохнет Путин?» Никто не может этого сказать. Понимаешь, я же тебе не телеграм-канал СВР, да? Или как там, генерал СВР. Я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще. Я не знаю этого, и никто не может знать. Всякие диагнозы, которые ставятся по таким картиночкам в телеграме или по тщательно отмонтированной кремлевской пуловской картинке это спекуляция и не серьезно. Это совершенно не важно, когда он, собственно говоря, помрет, потому что уже погибло, уже скончалась его мечта, его психоз, его безумие. они уже обречены. И не суть важна, будет ли жив после смерти этого психоза и после этого безумия носитель. И где он будет жив? И это будет решать вероятно уже не Саша Невзоров и не уважаемый Гордон. Это будут уже решать международные трибуналы. Если не случится того, что все до сих пор справедливо борются, если не произойдет ядерного всемирного бедствия, которое тоже мы не можем исключать. Но и о нем мы тоже говорить с уверенностью не можем. Мы можем представлять интерес для наших зрителей там, где мы четко совершенно говорим о том, в чем мы великолепно разбираемся и о том, в чем мы действительно плаваем как рыба в воде. А вот теоретизировать о возможности и невозможности ядерной войны и диагноза Путина, ну давай оставим это всяким дурачкам. Я, разумеется, тебе могу сказать, но вообще, кстати говоря, любопытно, я приводил в пример сегодня, сегодня я как на работу хожу, давайте интервью, сегодня был чудесный совершенно у меня переводчик, пунктов, или немцев, и которые говорят, а вот что вы сделаете, вернувшись в Россию, что сделает это, там не я конкретно, не Саша не взор, а конкретно что сделает вот эта вот свободная журналистика, вот эти вот лидеры мнений, я говорю, ну вы знаете, вот я недавно был свидетелем разговора, когда один из авторитетнейших людей в России сказал, что нет, я ненадолго, я не хочу видеть, сказал он, эти все рожи, я помню, что они все с легкостью становятся фашистами, но я ненадолго приеду, приеду помочиться на могилу Путина. И второй интеллигентнейший человек сказал, ой, предупредите меня, я наемся мочегонного и пойду с ума то есть мы видим, что лидер, президент, о котором говорят и думают так, он уже мертв, он уже мертв, его идеи, его мечты, его бредовые чаяния, они уже приговорены и они уже умерли. Ну, а все остальное сделают солдаты Украины. Ваш земляк Сергей Шнуров, питерец, написал когда-то песню «Москва, по ком звонят твои колокола». По ком они звонят, Александр Глебович? Я могу сказать, что мне бы не хотелось обсуждать Шнурова и его работы. Это была в свое время замечательная песня. Я думаю, что тогда песню надо расценивать именно по времени ее изготовления. Тогда это была шалость, которая была достаточно безвредна для Шалуна. Я не уверен, что сейчас в России кто-нибудь решится пошутить подобным образом. По крайней мере, все, кто остался, не шутят, а те, кто пытаются говорить, у них все равно видно вот это давление слежки, опасение ареста, опасение смерти, опасение камеры, швабры. Мы видим, что несколько блестящих людей, которые до сих пор находятся в России, они пытаются, они подают сигналы о том, как они относятся к происходящему, но они боятся говорить вслух. Тогда можно было петь любые песни, тогда еще фашизм не дозрел. Вот спеть, создать песню сегодня равноценную и в глаза этому поганому режиму вот всем этим фашистам ее спеть, я не думаю, что в России сейчас кто-нибудь на это способен. Россия погибла на ваш взгляд или у нее есть свойство возродиться заново? Ну, если у нее, если она возродится заново, вы получите еще одну русскую, украинскую войну рано или поздно. Это уже, я говорю, буду решать не я. Я подозреваю, что мир, которому окончательно открылись глаза на Россию, ведь в такой идеальной информационной среде, где они жутко собой и сами довольны, россияне существуют до определенной минуты. Потом это будет как с лагерями, с репрессиями, как с преступлениями КГБ, как со всем остальным, когда это все вдруг хлынет, и вся эта информация навалится на этот несчастный народ, и начнутся съезды крыш, и когда начнется опять всенародное покаяние, рыдание, но им никто не поверит. им не поверю я, я буду знать, что как только придет очередной садист, которого мы вовремя не разглядим, холодный, ледяной, одержимый бредовыми идеями садист, потому что фашизм не делается только из тупости и серости народной, не только из вредных идей, фашизм делается еще и из того, что должен быть правителем садист, тот человек, который знает, что по его вине умирают люди, и который не теряет прекрасного расположения духа, зная, что это все жертвы его личные, его персональные, за организацию одного убийства, одного убийства дают 10 лет строгого режима, Путин организовал убийство уже по минимуму 40 тысяч человек, то есть никакой его жизни не хватит, чтобы отсидеть за все организованные им убийства, никто ему не давал право это делать, и мы понимаем, что Россия может пришипеться Россия может затихнуть, Россия может обнищать и начать снова вызывать жалость, потому что замечательно умный Чичваркин, я его спросил, слушай, говорю, ну вот настроения-то какие, когда тут в России Чичваркин мне популярно объяснил, почему неизбежен голод, почему неизбежен товарный дефицит, продовольственный дефицит, почему, насколько глубока будет займиться, в которую летит Россия, я говорю, слушай, Чичваркин, вот когда Россия станет по-настоящему плохо, неужели опять пойдут окорочка из Америки и бисквиты из Англии, он говорит, пойдут, пойдут, потому что Запад предвил себе, он придумал, он создал, но он очень крепко привил себе вот эту гуманитарную роль, гуманитарную культуру, может быть, он выходит смертельно в Россию себе на голову, и тогда все повторится снова, а может быть, все-таки человечество решит, что вот эта вечно пороховая бочка с догорающим фитилем и неопределенным исходом ему не нужна, и тогда судьба России будет совсем печальной. Нет, но есть все-таки, согласитесь со мной в России, по меньшей мере, один святой человек, бывший агент КГБ, патриарх Кирилл с очень говорящей фамилией товарищ Гундяев, вот он заявил буквально недавно, что Россия никогда не начинала войны, никакая война не идет, и вообще Россия благая страна. Но он вероятно, вероятно решил, что сейчас у него только один путь. И это правильное решение. Он понял, что на самом деле ему абсолютно неохота, во-первых, болтаться на фонаре, ему очень не хочется сидеть на скамье подсудимых в Гаге, он понял, что у него один, единственный путь остался. Дурака закосить. В юродивые, в юродивые, юродивых не судят. И не надо будет удивляться, увидев в следующий раз гуню, не стоящего в царских вратах, а, например, сидящего, хихикующего и жонглирующего чашами, дискосами, орлицами. И с пониманием, с пониманием, потому что юродивых к юродивым всегда относились снисходительно в русской церковной традиции, а уж тем более в самой церкви. Я думаю, что он начал косить под юродивого. И это правильный путь, это его избавит от трибуналов, может быть, может быть, ему удастся сохранить часть своей собственности. Огромные наверняка. Опять-таки, я не гадаю на кофейне гуще, где навальницы, которые могли бы уже давным-давно предложить нам полного имущества гундейского. Ну, вот, пока их нет, я все очень надеюсь на то, что они это сделают. Юродивый гуня, да? Скажите, Александр Евгеньевич, я хочу как-то закончить хорошо, черт побери, обнадеживающе, оптимистично, но дайте луч надежды какой-нибудь. Все хорошо будет? Слушай, какой вам совести у тебя нет? Сегодня луч надежды, и не луч, а уже мощнейший прожекторный свет идет из Украины. И именно Украина окажется той силой, которая сломает фашизм в России. Я понимаю, вы совершенно не расположены были платить такой огромной ценой за наведение порядка в России и за ликвидацию фашизма, за свободу прессы, за относительную свободу, которая может быть в России и будет. Но так получается, что вы платите. Так получается, что свобода России покупается украинской кровью. Спасибо вам за это большое. Наверное, полгода назад я бы это спасибо сказал с большим чувством. Но я уже не понимаю, хочу ли я иметь отношение к России. Честно, я тебе могу сказать. Я вижу этот народ, я вижу это руководство, я понимаю, что это состояние легко может вернуться. То состояние, которое меня пугает. И что нет никакого страхующего, гарантирующего неповторения фашизма в России фактора. Мне очень непросто, скажем так. При том, что, например, те же самые донаты, благодаря которым я жив и даже, как видишь, сумел и микрофонов накупить, и у меня светительный прибор большой. Вообще, я тут царь во царях. я вижу, что они идут из России во многом. Они во многом идут с Украины, они во многом идут из Европы, из Америки, но они идут и из России. Я понимаю, что там много людей, которым так же больно, как мне. Что нельзя всех списывать со счетов. Но я понимаю, что те, кому больно и тем, скажем так, те, кого нельзя списывать со счетом, не являются определяющей и решающей силой. А весь свет, весь лучик, весь позитив, о котором мы могли бы сегодня поговорить и который тебе нужен для хорошего завершения наших сегодняшних невзоровских сред, вот за позитивом к колене в Азов. Я вот тут мне эти замечательные значит наслушавшиеся российского пропагандистского бреда западные журналисты мне говорят, ну, они же нацисты. Я говорю, слушай, они оказались очень плохими нацистами и очень хорошими людьми. Спасибо, Александр Глебович. Спасибо. Олесеньку Олесеньку целуй в ее восхитительные щечки. Так и сделаю. Да, да, да. Спасибо. Счастливо тебе. Слава Украине. Героям слава. И живи Беларусь. Живи Беларусь. И Молдова, и Грузия тоже. И Молдова, и Грузия, и вообще весь мир живи. Вот это очень важно. Это то, что так не хочет Россия. И то, что так хотим все мы. А фашисты пусть сдохнут. Сдохнут, сдохнут.